Всем доброе утро! У нас выходной день и мы его проводим сегодня в посадке недалеко от дома. Вот такая вот заросшая посадочка. Здесь у нас акация, но преимущество берет дуб, дубовая. Смотрите, и здесь мы обнаружили вот такие вот грибочки. Это фламулина, вот экземпляры помладше, вот постарше. Они темнее, потому что они подморожены. Но это не значит, что гриб пропавший. Этот гриб достаточно хороший. Смотрите, темная бархатная ножка, светлые пластины. Этот гриб мы возьмем. И здесь вот рядышком, смотрите, они прям деревянные, потому что сейчас еще минус держится. Но грибочки достаточно хорошие. Это наши первые находки на сегодня. И мы их забираем. Пенек тут наружу нами был красивый, подмерзший фламулина. Смотрите, тут и молодые семьи, и постаршие. Все такие сочные, вкусные, обалденные. Фламулина бархатистоножковая. Хорошая находка. А здесь еще под травкой тоже можно много поискать. Хорошенько проверить и найти. Вот она. Красивая, длинноногая, стройная. Берем. Ассортимент грибов в лесу поражает. Несмотря на то, что январь, да, вот холодно. Таких грибов полно всяких древесных. Это у нас аурикулярия извилистая. Ну и все так же продолжает встречаться зимний опеночек. Фламулинка. Много очень погибших. Много икры. Икры, то есть маленьких экземпляров, да. Это значит то, что впереди еще они будут, эти грибочки, и расти, и расти. То есть мы будем собирать, может, еще даже и в феврале. Видите, ну а вот эти вот нормальные грибочки, их все равно тоже можно еще брать. Хоть они и подмерзшие. Следующая наша находка спряталась под корой. Смотрите, какая там хорошая семейка. Так не хочется нарушать, но они же такие красивые, тут светленькие. Как же их достать? Ну придется отделить, а потом вернуть кору на место. Или вот так вот. Как-то, чтобы не разрушать их домик. Ой, классно. Смотрите. И это тоже фламмулина бархатистоножковая. Какие сочные, хорошие экземпляры. Посмотрите. И вот там я еще вижу за стволом тоже. В принципе, на улице сейчас не так уж и холодно. Плюс три, плюс четыре. Но грибочки есть. Следующие экземпляры найдены у меня. Смотрите, какой красивый пень. Со всех сторон практически грибочки. Они подмерзшие, такие темные, но они хорошие. Берем, тоже забираем эти грибы. Совсем рядом. Еще смотрите, какие. Вот, видите, грибы красивые. Обнаружены вот такие вот экземпляры на стволе. А вот здесь, смотрите, вот такая вот подмерзшая семья. Кламмулин. И они тоже в хорошем состоянии, поэтому мы их тоже забираем. Видите, какие чистые. А здесь нами обнаружен первый весенний гриб. Ну, в принципе, который попадался нам уже довольно часто. Это царковсцифа австрийская. Видите, какая она красивая. Она такая, как чаша. Она и зовется у нас в простонародье чаша эльфов. Этот гриб пока маленький, поэтому мы брать его не будем. Оставим здесь для красоты. Здесь мной был обнаружен вот такой вот небольшой кустик фламмулина. А совсем рядышком здесь вот такой вот гриб. Который зовется Эксидия железистая. И он сейчас такой твердый, примерзший. Влага почти вышла из него. Высушилась морозом. Тоже кто-то собирает, ест условно съедобный этот гриб. И очень полезный, кстати. Вот такой замечательный кустик нам еще попался. Вкусный сочный фламмулина. Тоже его заберем. А здесь какая красота нас поджидает. Смотрите. Хорошенький, такие прям в корнях. Нужно будет здесь порыться, посмотреть их. Должно быть побольше под корой. И здесь тоже нашли. И с другой стороны в этих дебрях. Вот они, красивые какие грибочки. Сейчас еще покажу, какие красивые. А здесь совсем малюточки. Но мы их оставим. Пускай растут. Вернемся за ними попозже. И вот еще подмороженные, товарищи. Эти можно забрать. Эти покрупнее уже. Эти мы заберем. И здесь экземпляры нам попались. Видите? Несмотря на то, что у них такой цвет, это все та же фламмулина. Сейчас попробуем ее достать, чтобы вам показать. Икра там, я смотрю, под корой еще. Вот она. Это все фламмулинка. И в очень даже хорошем состоянии. Несмотря на то, что она подмершая, ее можно брать. Она восстанавливает все свои свойства после размораживания. Уникальный гриб. И еще попались саркосыфы. Прям много. По сравнению с прошлым разом, она пошла в хороший такой рост. Уже экземпляры покрупнее. Такие можно в салатик забрать. А здесь самый шикарный куст на сегодня. Здесь такие дебри, что мы просто сюда не пролезем. Приходится под кусты залазить, чтобы раздобыть вот такие хорошие грибы. Берем. Здесь вот такая дрожалка. Подмершая красивая, с туртоевичком по соседству. Можно тоже взять, но она такая маленькая. Она на сегодняшний день пока только одна. Не будем брать дальше. Пройдем, пусть растет. Тоже хорошенький какой-то кустик. Подмерзший. Можно забрать. Прям вот так вот отделим его. Потому что он мерзый. Хороший. Все. Забираем. А здесь совсем, смотрите, какие крошечные. Ну, такие хорошенькие. Прям можно оставить. Пускай подрастают. А вот эти вот уже можно забрать. Тоже подмерзшие. Прям лаковые. Прям редко сейчас встречаются на стволах. В основном у корней деревьев. А здесь прям забралась фламулинка. И она такая светленькая, прям свежая. А здесь вот такой красивый, интересный экземпляр дрожалки, которая соседствует с тромитесом. Какая дрожалка, смотрите, вот это размеры. Замороженная. Тоже отломаем, сейчас забираем ее. И вот сегодня мне тоже крупно повезло. Смотрите, какая одна семья. Здесь вот на стволе. И вот еще. Какие семейства. И вон, и вон. Ну, перейдем. Ой, здесь по стволу еще. Вот они, мелюзга совсем. Ой, до самого верха, девчонки, представляете. Вот это классно. Вот в таких вот дебрях, ребят, приходится находить наши грибы. Но зато, посмотрите, что творится. Вот эти уже староватые экземпляры, прям подгнившие. А здесь прям под снежком. Прям вот много семейка. Козырные, замороженные. Супер. Слов нету. И вот такие мне хорошенькие попались. Прям свежие, свежие, классные. Ну, это на сегодня, наверное, уже крайняя семеечка. И мы будем собираться. На сегодня, пожалуй, этого хватит. Вот это забираем и будем прощаться. Поднялся сильный ветер. Мы уже заканчиваем свою прогулку сегодняшнюю. Ну, в общем, в принципе, посадка сегодня тоже нас порадовала. Такие вот получились у нас уловы. В принципе, я считаю, за несколько часов по посадочке пробежались очень даже хорошо. Фламмулина есть. Фламмулины много свежей, много молоденькой. Смотрите, то есть вот она. Вот такими вот молоденькими кучками растет. Очень красивая, свежая, сочная. Будем собираться уже домой. Все на сегодня. И будем прощаться до следующих впадных. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok